всем привет сегодня у нас с вами пятничный обзор поздравляю вас с завершением рабочей недели надеюсь что ваши выходные пройдут замечательно я приготовила для вас обзор на аромат который называется ки 2 от бренда арт аль зафара вот так очень сдержанно лаконично выглядит упаковка можно подумать что это тяжелый восточный аромат но не цевлин он как женский внутри такой же симпатичный флакон так вот выглядит и приходит он в таком вот мешочке все очень хорошо запаковано вариант подарочный поэтому если вдруг подбираете что-то на праздники то в принципе пока что по упаковке его можно рассмотреть давайте пробовать правда думала что история мужская восточная но прочитала описание и была приятно удивлена ну по первым нотам он очень свежий это абсолютно бергамотова-жасминовая история пожалуй с нотой перца которая ему дает совсем небольшую остринку преимущественно он зеленый конечно вот прям зелено свежий и чувствую здесь еще сладость сладость мускусная как мне кажется но это пока все что его могу сказать давайте посмотрим на пирамиду композиции там уже дальше будем разбираться такое редко бывает но я угадала практически все ноты которые здесь заявлены наверху здесь у нас зеленые ноты перец и бергамот в сердце роза и жасмин и в базе ваниль мускус и мед интересная пирамида но на старте она прям супер свеже зеленая как я уже сказала с небольшой остринкой перца и мускус я здесь прям чувствую очень хорошо и он конечно меня сбивается толку я не особо люблю эту ноту особенно когда она заметная она меня немного раздражает но в целом аромат достаточно мягкий мягко свежий то мне вот очень интересно как раскроется здесь нота меда потому что недавно совсем делала для вас обзор на парфюм в котором был медовый жасмин и медовость она дает парфюму просто какой-то невероятный уют всегда это ощущение вот дома тепла на осень такие ароматы идеально как по мне подходят я потихонечку уже начинаю составлять для вас осеннюю подборку не знаю когда она выйдет но надеюсь что до октября уложусь сейчас жду как раз новую коллекцию ароматов которые подходят на предстоящий сезон с нетерпением потому что мои запасы уже под исчерпались потихоньку давайте оставим этот аромат наверное часа на три я думаю что он будет очень стойкий шлейфовый уже сейчас могу вам об этом сказать вот но мне интересно как он раскроется понаблюдаю и вернемся к обзору ну что друзья у нас с вами позади три часа этот парфюм интересен тем что все заявленные ноты здесь различимы абсолютно все и я не кривлю душой такое бывает редко по крайней мере у меня из всех там перечисленных акцентов я ярко могу слышать буквально там штук пять и все но здесь очень четко и очень последовательно прослеживают заявленные ноты на старте это действительно зеленая такая бергамотовая свежесть с небольшой перечной остринкой но к сожалению старт да он довольно быстро у нас выветривается и в целом аромат достаточно стремительно раскрывается я вот даже не поняла в какой момент свежий зеленый аромат стал внезапно восточно-медовым розу и жасмин здесь также можно различить причем роза здесь не деликатная роза здесь прям громкая насыщенная очень плотная и довольно зрелая как по мне жасмин это вообще отдельный восторг мне последнее время безумно нравятся парфюмы в которых есть эта нота особенно когда она раскрывается действительно такой вот медовой уютной теплотой при этом важно учитывать что сердце и база здесь в принципе звучат нераздельно да когда аромат раскрывается я начинаю слышать не только ноты которые у нас в серединке композиции были заявлены но и в целом шлейф который огромное влияние имеет на этот аромат и мускус и ваниль и мед здесь угадываются но как по мне ведущей нотой здесь все-таки является мед потому что когда раскрывается сердце я прям не могу избавиться от ощущения что меня все обмазали медом я не знаю сделали медовое обертывание налили жасминовый чай с медом и закусываешь ты все это тоже медом и в целом наверное при выборе этого аромата я бы рекомендовала вам ориентироваться на ноты розы меда жасмина и мускуса ваниль здесь есть но она вот прям едва различимая меда много это прям такая медовая сильная сладость которая еще больше углубляется мускусом в обрамлении медовости жасмина и еще приправленная такой ядреной розой на выходе вы конечно получаете как будто два абсолютно разных аромата потому что то как он стартанул это как он в итоге раскрылся но это вот две отдельные монолитные какие-то композиции и очень интересно что такой свежий зеленый старт в итоге у нас раскрылся таким медовым медово цветочным востоком аромат громкий интенсивный заметный сладкий и с очень характерной горчинкой на это тоже обращайте внимание здесь вот мед он настолько сладкий настолько насыщенный что аж горечь вот дает для меня эта композиция конечно оказалось тяжеловато я ее себе точно не оставлю но если вы являетесь поклонницей или поклонником потому что я бы все-таки отнесла этот аромат категории унисекс могу спокойно представить мужчину который им пользуется если вам конечно нравится заявленный набор нот пробуйте смело аромат идеально вписывается в осенний сезон правда он будет вас согревать он будет вас укутывать таким теплым коконом будет навеивать вам воспоминания о доме вот этом вот домашнем очаге каком-то когда вы сидите у камина пьете чай в окружении семьи у меня вот с ним такие ассоциации но повторюсь для меня тяжеловат и конечно я такие ароматы для себя не рассматриваю плюс в нем достаточно интенсивная сладость и меня это тоже так вот отталкивает и отпугивает если вас нет можете пробовать смело ну и конечно еще раз вас хочу предупредить о том что мускуса здесь много он заметный да если вы его на себе не переносите скорее всего этот запах вам также не подойдет а так в принципе эта пирамида прекрасна тем что вот можете просто прочесть состав нот представить их себе да как-то попытаться эти акценты где-то прочувствовать и вот то же самое вы получите в этом аромате все ноты которые заявлены они здесь слышны различимы и они заметны стойкость у него хорошая часов 68 я думаю выдержит шлейф как я уже говорила в самом начале объемный и заметный поэтому если вас не отпугивает все что я сказала ранее можете рассмотреть его как альтернативу своим осенним ароматом мы с вами увидимся завтра я вам желаю хороших выходных всем пока